Всем привет! В эфире RSS LentO2 и с вами я, Дима Корде. Сегодня в нашем выпуске. Сай записал дуэт со Стивеном Тайлером, 15-килограммовая книга о Пеле, Скутер отменяет концерты, Преступность в Гонконге и фильм «Пятая власть». Корейский шоумен Сай записал дуэт, с кем бы вы думали, с фронтменом группы Aerosmith Стивеном Тайлером. В интервью итальянскому Vogue певец также намекнул, что в его планы входит записаться со многими американскими звездами. Новый материал корейской поп-звезды будет представлен в ноябре. Напомню, что прославивший Сая клип «Гангам Стайл» на сегодняшний день имеет на YouTube 1,8 млрд просмотров. В Бразилии издали книгу о футболисте Пеле весом в 15 килограммов. Книга называется «1283». Именно столько голов забил Пеле за свою карьеру в футболе. Поэтому книга содержит «1283» текста и издана тиражом «1283» экземпляра. Причем каждый экземпляр подписан Пеле. В книге 500 страниц и ровно столько же фотографий. Она вышла в двух вариантах. Стоимость обычного издания составит 1700 долларов. А специальное издание, включающее фотографии Пеле с его автографом, будет стоить 2600 долларов. Немецкая группа «Скутер» отменила свой концерт в городе Киров 1 ноября, вернув всю предоплату и гонорары организаторам. Официального ответа о причинах отмены концерта организаторы так и не получили. Однако буквально на днях группа объявила, что ее выступление в Санкт-Петербурге 3 ноября будет последним, в котором примет участие клавишник и сооснователь группы Rick Jordan. Совпадение ли это или группа на какое-то время приостанавливает свою деятельность, пока неизвестно. Режиссера Майкла Бэя избили и попытались ограбить прямо на съемочной площадке. Нападение случилось во время работы над четвертой частью саги о «Трансформер» в Гонконге. К режиссеру подошли двое неизвестных, позже выяснилось, что они братья, и потребовали у него 13 тысяч долларов. А затем Бэй неоднократно получил по лицу. Все произошло настолько стремительно, что никто из присутствовавших на съемочной площадке не смог ему помочь. Но позже грабителей все же удалось задержать и передать полиции. На этой неделе выходит в широкий прокат фильм о создателе Викиликс Джулиане Ассанжи. О том, чего же ждать от этой картины, в нашем сюжете. Главная новость – негодование Белого дома по поводу публикации свыше 90 тысяч военных документов. Это грандиозно. Так что же это за веб-сайт и кто такой Джулиан Ассанж? Сегодня многие называют его «Пятая власть». В одноименной картине Билла Кондона в роли самого скандального разоблачителя в мире предстает английский секс-символ Бенедикт Кэмбербэтч. Фильм стал кинематографической версией нашумевшей книги Даниэля Домшайта Берга, работавшего вместе с Ассанжем над сайтом Викиликс. Одна из главных причин – мне очень захотелось изучить это поразительное явление в области свободы информации. «Пятая власть» появилась недавно, и она представляет собой новую сферу журналистики в эпоху интернета. Механизмы «Пятой власти» просты – найти что-то секретное и запостить это на сайт в широком доступе. Прежде чем выводить жуликов на чистую воду с экрана, Кэмбербэтч пытался встретиться с самим Джулианом Ассанжем. Тот мастер-класса по неумению держать язык за зубами не дал, отказался от любого сотрудничества и фильм потом раскритиковал. Возможно, потому, что в «Пятой власти» Ассанж показан как человек сомнительного психического здоровья и морали. Выход в прокат фильма «Пятая власть» – новость, конечно, не такого масштаба, как те, что появлялись в Викиликс. Но интрига до конца нераскрытой деятельности Ассанжа в прокате имеет все шансы на крупную кассу и популярность. Брюс Нолан, РСС-лента О2 На этом пока все. Следи за нашим эфиром, и ты узнаешь еще больше интересного. Это РСС-лента О2 и я, Дима Кордия. Новости о том, что тебе интересно, потому что О2 – это про тебя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова